Александр Валерьевич, здравствуйте. Алексей Гончаренко сейчас записывает у себя в Инстаграме или в каких-нибудь других соцсетях какие-нибудь гневные сообщения. Что думаете, почему Парламентская ассамблея Совета Европы не стала идти на поводу у коллег с Украины, хотя раньше охотно потакала их укривлянием, капризом, истериком? Что случилось? Ну, я считаю, что прагматизм победил это. Второе. Считаю, что эта буза еще не закончилась. Рано радуются. Но вообще-то по логике вещей нормальные люди и большинство стран Евросоюза должны все-таки идти к прагматике и налаживать общих отношений и интересов с Российской Федерацией. Это только дебилы типа как Леша Гончаренко могут так себя вести. Но мы все знаем, кто зачинщик этой всей бузыни. Это Америка. Америки на сегодняшний день в вражде государства Украина нужна. Поэтому я не думаю, что на этом все закончится. Ну, а самое основное, давайте будем говорить так. Ну, Пассеш не откажется от тех денег, которые платит исправно на сегодняшний день Россия. А что такое Украина? Бомжи, банкрот, который превратил тот же самый Леша Гончаренко со своим Порошенко. Ну, я Леша Гончаренко знаю давно. Я называю его христо-продавец. Фашист, нацист. И он должен сидеть в терме. Вот и все. Ну, Власов такой. Власовец чистой воды, который успел переобуться. Я был в Киеве, в смысле, я был в Севастополе, когда он приезжал в Севастополь, в Крым в 2014 году, чтобы попытаться убедить местных жителей не присоединяться к России накануне референдума. И ему там прилетело просто, вот, может быть, вы видели этот ролик, да, когда Гончаренко получил от крымчан просто по физиономии этот ролик. Давайте так. Не будем этой мерзости уделять много времени и не тратить время на того человека, который предал не только свой народ, но и предал русский народ. Да, да, он обещал крымчанам, что никаких гонений на русский язык не будет. Вот в 2014 году он это обещал, теперь мы видим, чего стоит его обещание. Вопрос такой. Наш корреспондент в Киеве, корреспондент Федерального агентства новостей в Киеве, постоянно встречается, в том числе и с пенсионерами, разговаривает с ними, спрашивает. И они постоянно говорят, киевские пенсионеры, они голодные. Что там происходит такое с пенсионной системой, что то на Майдане выстраивается очередь, на Майдане, что символично, за горячим супом, и в этой очереди стоит 500-600 человек. Вот только на прошлый выходной наш корреспондент снял такое видео, люди говорят, не хватает пенсии даже на еду, не хватает, про коммунальные услуги они даже не говорят, они говорят, мы не платим просто. Бабушка одна рассказала, что у нее счетчики стоят на воду, так она воду из церкви носит, потому что там бесплатно, а воду дома она боится включать, потому что не хватает пенсии. Что происходит такое с пенсиями на Украине? Ну, во-первых, давайте будем говорить, пенсионный фонд давным-давно уже был. Никому не секрет, что больше 100 миллиардов гривен дырка в пенсионном фонде. Приток, пенсионная система фактически развалила при Порошенко, а то развалил и разваливает до конца. Это команда Зеленского и так называемые в Верховном Совете фотографы с официанками, всякие мартышки, их больше ж нельзя назвать, да? Никак. Поэтому это естественный процесс, когда в государстве наблюдается самый настоящий каос и управляет такие, как подонки шмыгали, подонки, будем говорить так, яцелюки и разные плизеи, которые вылезали одно место западному миру, они фактически до этого и довели страну. До факта. Особенно пенсионерам. Потом, давайте будем говорить так, реформы-то на самом деле никакие не приведены, и это факт. А вот реформа уничтожения пенсионеров по написанным планам, чем меньше пенсионеров, тем лучше будет части пожиться в стране, это реформа действий. И это тоже факт. И никуда ты от этого не денешься, да? Потом будем говорить так, за 1800 гривен невозможно пенсионеру жить, а платить коммунальные услуги, которые в некоторых приходят и 5000, и 10 тысяч гривен, и 2800. То есть средняя пенсия 1800 гривен, а платить надо 2-3 тысячи. Они там подняли на 10 рублей, по-моему, на 10 гривен подняли. Но на эту пенсию невозможно прожить. Поэтому, естественно, есть люди очень топливные, чутки, которые готовят пищу и хотя бы на улицах раздают эту пищу пенсионерам. Конечно, для меня это страшно. Просто украинские пропагандисты, когда вот у нас есть возможность комментировать наши материалы, они нам пишут там в комментариях, что вы знаете, малоимущие компенсируют, якобы компенсируют повышение тарифов, то значительное, когда до... Так вот, а наши вот эти вот бабушки, которых опрашивают в Киеве, говорят, а нам ничего не компенсируют. Вот кто прав? Значит, давайте будем говорить. Это явление страшное, вызывая единицы. Второе. Никаких практических компенсаций дедушкам, бабушкам, пенсионерам не имеют. Они в чем-то компенсируют, но эти компенсации, они ничего не означают и в жизни ничем не помогают дедушке, бабушке, пенсионерам. И это факт. А все остальное броню, они давно эту статью сократили, потому что в бюджете нет денег, экономика развалена. И те лопухи, которые сегодня рассказывают о каких-то компенсациях, я в это не вижу. Я живой человек, инвалид первой группы, пенсионер. И если бы на сегодняшний день я требовал свою компенсацию, мне бы ее не дали. По формальным причинам? Или по каким причинам? Потому что вы политически неблагонадежен? По формальным признакам, а все эти признаки говорят о том, что денег в бюджете нет. Нечем продуктировать. А, просто нет денег. Я понял. У меня еще один вопрос будет, потом еще у коллеги будет. Тут стало известно, новость такая пришла, что Молдавию на Евровидении представит Филипп Киркоров. Как вы вообще относитесь к такой идее, когда вроде бы российский гражданин будет представлять другую? А во-вторых, а кто бы, например, мог от России представить Украину? Или наоборот? Украину мог бы представить Михаил Саакашвили. Тем не менее, как вы к этой новости относитесь, что Киркоров, Молдавию... Я по большому счету нормально отношусь к этому как человек. Но если в стране Молдовии нет своего человека, приглашают российского человека, ну это плюс России. И дай бог, чтобы мы так всегда делали. Я бы, допустим, поступил вот так. Если, допустим, сегодня украинский какой-то, не писатель, а, будем говорить, певец, представлял бы Россию, я бы наоборот за, это бы укрепляло бы наши отношения. И так было, кстати, приходь, когда Анастасия представляла Россию. Если, допустим, российский, будем говорить, певец, Украину представлял, я бы тоже за. И это, кстати, неплохо, это укрепляет наши отношения. Но пока местам эти маргиналы в Украине правят, то они... Просто цитату из «Брата-2», помните, он же румын. Он не сам представляет, он будет там помогать, песню писать какой-то молдаванке. Алексей Валерьевич, наверное, последний вопрос. Это, конечно, о гонениях на русский язык. Принят евреям Зеленским нацистский закон о гонениях на русский язык, о статусе украинского языка. И что меня лично удивляет, это абсолютно отсутствие реакции русскоязычного большинства на юго-востоке Украины, да и в центре. Допустим, Одесса. Еврейский ресторан, по сути, закрылся из-за того, что владелица смела покритиковать этот закон. Мариуполь, закрыли какую-то ветеринарню, потому что какие-то ублюдки, по-другому их не назвать, начали травить, по-настоящему атаковать, громить помещение. Мариуполь. Почему такому преследованию не сопротивляются? Потому что русскоязычных на юго-востоке, ну, точно большинство. Понимаете, сопротивление на самом деле, ну, вы поймите правильно, ситуация совсем другая. Если мы говорим о сдаче позиций русского, это один вопрос. Если мы говорим о поддержке русскоязычных, это другой вопрос. Это, конечно же, к сожалению, любовь и печально. Но на сегодняшний день, если мы хотим, чтобы какие-то действия были со страны русскоязычных там, нужно им помогать, а не трёхом заниматься. Потому что мы уже один раз видели Одессу, которая поднялась, сколько пацанов их погибло. А мы трёхом занимались. И это самое главное. Когда мы свои земли теряем, русский не должен терять свои земли. Мы должны отстоять. Вот это моя правда. А мне надоело на сегодняшний день слушать только одни уплёки в сторону Одессы и в сторону тех же самого Херсона. Давайте научимся вместе воевать, как это было в Северском Союзе. Когда на нас сегодня сидит в кабинетах Киева, а не на год весь. И нацисты нужно зачищать. Только так можно победить, а не обвинять. Потому что те, кто сегодня погибли за русский язык, за нашу победу, они сегодня не чествуются, они обсуждаются. И мне это неприятно слышать. Как человек, безручным и безтором. Что я сегодня имею здесь? Слушайте, а когда мы научимся защищать свою страну от другого, вы не видите, что сегодня у вас творится? А не то же самое, что произошло в Украине. То же самое. Один к одному. Всякие навальнят, всякие демократы, демостраты творят беспредел здесь. Давайте вычищать свои конюшки здесь и помогать нашим братьям. Мы ведь дят. Вот те подонки, которые сегодня лумятся на русском языке и на русском языке. И их нужно защищать. Они должны сидеть по тюрмам. Вот их место. Как защитить? Как помочь? Скажите, пожалуйста. Это уже не фильм, процесс. Начинается все с учения. А если вы хотите сказать, чтобы я в эфирском, в первую очередь забрасывать нестонки туда. В консульте. Вести партизанскую войну. Вести в этих учрёк. Финансировать, как это делает Америку. Не сгибать. Или привести живой пример. Америка официальному консульству и посольству. Сегодня руководится, ответит. И предлагает сегодня на войне творить без тела. А мы хоть одного консульта выслали нафиг отсюда. Или в Украину. Подонки сжигают русский факт. Плак. Сжигают после посольства. Кто-то за это пострадал. А когда-то у нас было в Советском Союзе. Когда-то у вас Кутевича прибили. Кое-где. Работали люди. Вот этого нельзя допустить. Против нас есть война. Не только против русского мира. Но и против нашей идентичности. Против нашей побед настоящей. Советского народа. Кутского. Человек. И славянского мира. Нас ведут на уничтожение. Нам надо сплотиться. А для того, чтобы сплотиться, надо сегодня объединить. Вот там, в Украине. И здесь. И иметь идеологию. Площадку. Чего мы хотим? И самим определиться. Как это я. Определиться. Я веду, веду. Эти фашисты. Я надпел. Когашист. Мира. И на фашисты. Это я так считаю. Вот за это нам надо уже бороться. Спасибо. Вот это моя. Спасибо вам. Понятно, да. Большое. Достойно. Удачи вам. Спасибо большое. В душе борьбе. Всего вам хорошего. Всего доброго. До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания. До свидания.